добрый день я позволю себе начать этот брифинг с такой хотя с тема касающейся и графика министра иностранных дел но с тема которая затрагивает глобальную международную повестку в эти дни это безусловно очередное петербургский международный экономический форум как вы знаете с 6 по 8 июня состоится очередной 23 петербургский международный экономический форум традиционно он представляет собой площадку для проведения встреч лидеров мирового бизнеса представителей власти экспертного и медийного сообщества с целью обсуждений совместного поиска решений по наиболее актуальным вопросам как и российской так и глобальной экономики по уровню участия представителей политической деловой элиты россии зарубежных стран форум стоит в одном ряду с признанными мировыми форматами в рамках ключевой темы нынешнего форума опять же как всем известно заявлена тема формируя повестку устойчивого доверия будут рассмотрены вопросы текущего состояния перспектив устойчивого развития глобальной экономики дискуссии будут проходить в рамках четырех тематических блоков мировая экономика в поисках баланса российская экономика реализуя цели национального развития технологии приближающие будущее и человек прежде всего мероприятиях форма традиционно принимает участие представительная делегация министерства иностранных дел россии во главе с министром иностранных дел сергеем лавровым планируется его участие также и в двусторонних мероприятиях по программе президента россии а также ряд двусторонних встреч я могу перечислить ряд из двусторонних встреч которые запланированы у российского министра в частности на 6 июня четверг в программе значится переговоры с главой всемирной продовольственной программы встречи с председательствующим президиума боснии и герцеговины встречи с министром иностранных дел греции вице-президента парагвая министром иностранных дел цар министром иностранных дел венгрии катара также и тресторонняя встреча с главами мид катара и сомали также прорабатывается встреча с министром иностранных дел словакии на 7 июня пятницу запланированы встречи с главы мид сербии кении встреча с премьер-министром антигуя борду буды встреча с министром иностранных дел бацваны а также встреча с генеральным секретарем организации объединенных наций как всегда график подвижен если будут изменения вы не будете также оперативно узнавать и конечно по итогам мы будем публиковать сообщения для средств массовой информации на сайте министерства иностранных дел россии также я хотела бы сказать что в рамках деловой программы питерского международного экономического форума в том числе при поддержке министерства иностранных дел россии и при орг даже не поддержки организационной поработки имея россия сегодня 6 июня состоится информационная сессия она будет посвящена вопросам ограничения свободы слова в мире мировым практикам законодательного регулирования в интернете участники мероприятия среди них руководители профильных комитетов государственной думы со этой федерации федерального собрания россии представители российских зарубежных информационных агентств и журналистских объединений специалисты в области информационных технологий обсудят проблематику интернет цензуры будущего глобальной сети в условиях информационного противостояния которые мы сейчас видим просто практически каждый день ну и конечно борьба с дезинформацией и фейками будет выделена в отдельную тему в тексте сегодняшнего брифинга будут указаны ссылки на это мероприятие и вы также можете к нему подключиться как собственно говоря и к всем другим площадкам питерского форума но вы знаете буквально накануне вот буквально за наверное час до начала нашего брифинга мне обратила внимание на комментарий который был сделан послом евросоюза в россии о его участии в питерском форме в частности сказал что рассматриваю поездку на форум как возможность привлечь политическое внимание высокого уровня к делу баринг восток это очень странно потому что как раз политическая внимание привлечено к этому делу очень масштабно в больших таком значительном масштабе я вот порекомендовал бы евросоюзовскому дипломату ознакомиться с комментариями вчерашними пресс-секретаря президента россии но и до этого было сказано немало российскими официальными лицами представитель бизнес сообщества но если дипломат от евросоюза полагает своей миссии привлекать политическое внимание к подобным подобным темам то не могу не порекомендовать ему также привлекать политическое внимание к таким ситуациям как например ситуация вокруг кирилла вышинского или например вокруг ужасного и по большому счету беспрецедентного случая вокруг ооновцы краснощеков в косово вот этого политического внимания явно от евросоюза недостаточно теперь переходим к графику министра иностранных дел россии сергей лаврова с 9 по 10 июня в москве с рабочим визитом будет находиться глава внешнеполитического ведомства республики мали министр иностранных дел россии сергей лавров проведет с ним переговоры 10 июня планируется обсудить пути активизации российско-малийского сотрудничества в политической торгово-экономической гуманитарной и иных областях при этом особое внимание будет уделено перспективам развития делового партнерства прежде всего в таких сферах как разведка и освоение запасов минеральных ресурсов энергетика и инфраструктура также предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и африканской повестки дня с акцентом на вопросы поддержания мира и стабильности в африке в том числе в мали и сахаро-сахейском регионе предполагается предметно рассмотреть проблематику противодействия международному терроризму экстремизму в контексте коллективных усилий по нейтрализации этих угроз на африканском континенте и в мире в целом 10 11 июня в центре международной торговли состоится международный научный экспертный форум примаковские чтения по традиции организуются под эгидой и мама российской академии наук в этом году чтение как и целый ряд других мероприятий в россии за рубежом пройдут под знаком празднования 90-летия со дня рождения в день максимича примакова дискуссии на тему возвращения конфронтации есть ли альтернативы примут участие авторитетные российские и зарубежные политологи ученые дипломаты и конечно журналисты на заседании 11 июня планируется выступление министра иностранного дела россии сергей лаврова он расскажет российских оценках ситуации в мире изложит подходы к решению актуальных международных проблем и ответит на вопросы участников дискуссии примаковские чтения по праву занимают одно из ведущих мест среди экспертных площадок в россии и в мире за пять лет существовал существования этого форума он зарекомендовал себя как авторитетный формат для серьезного диалога по наиболее актуальным проблемам мировой политики и экономики 9 13 июня с официальным визитом россии будет находиться министр иностранных дел гренады 11 июня пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств наших стран в ходе которых предполагается обсудить актуальные аспекты развития двустороннего сотрудничества а также текущие вопросы международной и региональной повестки и конечно особое внимание планируется уделить обсуждению перспектив расширения связи россии карибского сообщества первой в истории современных российско-гренадских отношений визит и переговоры министр иностранных дел этого карибского государства подтверждает обоюдный настрой на продвижение политического диалога и конструктивного взаимодействия между между нашими странами теперь переходим к текущей международной обстановке и начну с текущей ситуации в сирии сохраняется напряженность вокруг и длибской зоны деэскалации террористы хаята хри рашам продолжают атаки на позиции сирийских правительственных войск и населенные пункты прилегающие к зоне так например города паскалябия и мхарда с преимущественно христианским населением регулярно подвергаются минометным и ракетным обстрелом в результате страдают мирные жители в том числе женщины и дети нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре медицинским учреждениям учебным учреждениям несмотря на провокации и агрессивные вылазки боевиков россия остается привержена имеющимся с турцией договоренностям о стабилизации в и длибе военные наших стран поддерживает постоянный контакт и координирует свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации в то же время мы не можем закрывать глаза на опасные и провокационные действия террористов которые угрожают российской авиабазе хмимим сирийским военнослужащим и мирным гражданам особую озабоченность вызывает это что террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в и длибе путем подготовки химических провокаций об этих планах боевиков в частности свидетельствует то что сирийские военные обнаружили в населенном пункте калаят аль-мудык на севере провинции хама полевой госпиталь псевдо гуманитарщиков из белых касок ходе осмотра объекта было найдено большое количество средств химзащиты включая противогазы спецкостюмы медикаменты и медицинское оборудование мы призываем международное сообщество со всей серьезностью отнестись к возможным инсценировка новым очередным с применением химического оружия со стороны террористов о чем мы неоднократно предупреждали по имеющейся информации в составе террористической организации хаят тахри расшам для этих целей была даже сформирована отдельная структура на гуманитарном направлении следим за развитием ситуации в лагере внутренне перемещенных лиц альхауль он расположен в провинции хасеке на неподконтрольной сирийским властям территории и как вы знаете там сложилась близкая катастрофическая ситуация лагерь переполнен число его жителей превысило 74 тысячи человек из которых более 47 тысяч это несовершеннолетние в альхауле отмечается острая нехватка воды и продовольствия медперсонала лекарственных препаратов и медицинского оборудования из-за отсутствия возможности соблюдения элементарных правил личной гигиены в лагере распространяются инфекционные заболевания нормы размещения людей существенно превышенная более 15 тысяч человек вынуждены жить просто в землянках в этой связи определенный оптимизм внушает недавнее решение администрации альхаули начать процедуру составления списков лиц желающих покинуть его мы выражаем надежду что этот лагерь будет в скором времени расформирован его жители смогут вернуться к родным очагам сирии и ираке свою очередь продолжаем работу в координации с сирийскими властями эвакуации беженцев из лагеря рук бан он расположен в зоне незаконной американской оккупации мы ожидаем что в ближайшее время активный выход беженцев на подконтрольные сирийскому правительству территории возобновиться произошедшее около месяца назад замедление темпов выхода объясняется давлением на жителей лагеря которая по поступающей информации оказывают подшефные американцам туристические группировки тем не менее даже в таких условиях выход беженцев продолжается их общее число достигает уже порядка 14 тысяч человек мы отмечаем постепенное восстановление нарушенных за годы конфликта связей с сирии с внешним миром в первую очередь с арабскими государствами так в дубайской авиакомпании эмирает сообщили о готовности возобновить рейсы в дамаск соответствующая заявка уже существует она подавалась в комитетные ведомства объединенных арабских эмират в свою очередь частная сирийская авиакомпания шамбинкс объявила о запуске регулярного авиасообщения по маршруту дамаск москва маскат дамаск другая тема которая безусловно в эти дни является наверное одной из основных в мировых средствах массовой информации это венесуэла как мы видим вот уже более двух лет это государство вынуждено жить просто под настоящим домокловым мечом потенциальной американской агрессии это не столько констатация российской стороны мне кажется мы каждый день читаем что-то от американских официальных лиц пугающее агрессивное в адрес венесуэлы начиная с августа 2017 года напомню когда президент сша впервые заявил что цитирую рассматривает все варианты урегулирования венесуэльского вопроса в том числе военный конец цитаты вашингтон не оставляет попыток как они говорят освободить эту южноамериканскую страну вот так называемой тирании мы уже видели многократные попытки государственного переворота мы видели и попытки нарушения границы суверенного государства под предлогами которые далеки от и реальности и истины при этом вашингтон целенаправленно работает над выявлением колеблющихся людей у которых еще не сформировалась либо политическая позиция по целому ряду вопросов либо которые занимают не крайне а такие центристские позиции в основном работа ведется среди генералитета и американские официальные лица напрямую призывают офицерский состав дезертирству и нарушению присяги мы призываем отказаться от действий направленных на раскол вооруженных сил в венесуэлы этот государственный институт должен стоять на страже конституционного строя они участвовать во внутриполитических процессах мы видели такие подходы и соединенных штатов америки такие эксперименты которые проводились под эгидой сша с участием целого ряда западных государств других регионах мира мы знаем к чему все это привело и мы знаем какую цену люди простые граждане заплатили за эти неудавшиеся попытки государственных переворотов или удавшиеся но те которые привели к просто настоящим катастрофам целом ряде регионов сейчас хотя угроза прямой интервенции венесуэлу казалось бы снизил сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны в том числе и силовых акций низкой интенсивности тем не менее американцы продолжают готовить общественность к возможной силовой операции против каракаса ну вот например я приведу цитату призыв американского сенатора грэма к президенту сша повторить в венесуэле действия президента рейгана в гренаде такая логика может привести лишь к очередным кровавым авантюрам мы надеемся что вашингтоне все-таки отдают себе отчет в том к чему опять же может привести как подобная риторика так и подобная логика и тем более действия объявленная белым домом борьба против тирании в западном полушарии и конкретных законах правительств венесуэлы куба и никарагуа все больше отрывается от реальности напоминает просто какой-то страшный боевик просто действительно все немножко похоже уже на театр абсурда в таком мировом масштабе потому что на наших глазах за последние десятилетия это конечно не последние годы и не последние пятилетка или десятилетия десятилетия по большому счету сша превратились именно в то с чем раньше сами же и боролись так конечно можно говорить художественными образами что это все лицемерие что речь идет о псевдо борьбе за свободу на самом деле все это если опять же возвращается какой-то политической терминологии это оправдание низменных средств благородством цели если кто-то до сих пор так и не усвоил уроков югославии ирака сирии ливии конечно же то стоит посмотреть какое будущее ожидает так называемых героев которые объявляют себя защитниками свободы и конечно все бы выиграли повторяю все бы выиграли если если бы сша не повторяли своих собственных ошибок учились бы на них и вели бы себя как ответственные участники международных отношений конечно прежде всего это касается соблюдение международного права и невмешательства во внутренние дела других государств я имею ввиду необходимость воздерживаться от давления на представителей правительства оппозиции ведущих контакты при международном посредничестве отказаться от навязывания предварительных условий просто дать политическим оппонентам самим определить формат решения внутренними сольских противоречий напомню еще раз только мирное дипломатическую регулирование разногласий в рамках конституции может привести к устойчивому выходу из кризиса со своей стороны приветствуем стремление правительства и оппозиции контактом между собой готовы оказать такому диалогу необходимое содействие еще одна тема связана с регионом вчера министерство финансов сша объявила вступление в силу очередного пакета нелегитимных мер в отношении кубы с 5 июня вводится запрет на групповые поездки на остров американских граждан в рамках образовательных обменов а также заход пассажирских судов и сша и в кубинские порты честно говоря откровенное удивление вызывает циничная формулировка вашингтона оправдывающая столь жесткие односторонние принудительные меры в отношении гаваны да в общем-то и в отношении собственных граждан по мнению главы минфина сша а он превратился в главного санкционного смотрителя белого дома как мы понимаем куба играет дестабилизирующую роль в западном полушарии остается задать буквально один вопрос а точно ли в этом заявлении речь идет о кубе мы решительно осуждаем усиление антикубинской блокады со стороны соединенных штатов америки мы убеждены что затягивание санкционные удавки вокруг гаваны прежде всего бьет по интересам простых граждан решая их основных прав свобод которые казалось бы так рьяно защищает вашингтон мы следили целый ряд странных но это нас не удивляет заявление по линии как представители сша так и представители нато за последнее время хотелось бы их тоже прокомментировать вот в своей публичной риторике по тематике др смд руководство нато продолжает обвинять россию в его нарушении и призывает российскую сторону цитирую проявить политическую волю и вернуться к соблюдению договора чтобы его спасти конец цитаты ну мы как мы так понимаем что подобная активность я имею ввиду заявление комментариев вот этих вбросов будет нарастать по мере приближения 2 августа даты 2 августа именно в этот день завершится процедура выхода соединенных штатов америки из договора что собственно его окончательно и разрушит причем здесь россия совершенно непонятно тиражируя обвинения в адрес нашей страны представители нато пытаются видимо как мы так понимаем помочь вашингтону закамуфлировать истинные причины развала др смды отвлечь внимание от реальных намерений американской стороны нагнетая вот такими комментариями заявления заявлениями некую пропагандистскую завесу 4 июня очередными высказывания такого рода отметился и генсекретарь альянса господин столтенберг я хотел бы напомнить связи с этим россия сделала все возможное для спасения договора предложили вашингтона набор реалистичных мер на основе взаимной транспарентности для снятия имеющихся у сторон встречных претензий включая многолетние российские озабоченности которые передавались американцам и о которых мы говорили публично однако как вы знаете все российские инициативы были отвергнуты вашингтон отказался не только заниматься снятием вопросов к соблюдению собственно соединенными штатами америки дерзмд но и вообще в принципе участвовать в проведенном нами в духе абсолютно доброй воли показе якобы так заботящий сша и другие страны нато российской ракетной системы вы помните такая возможность была у всех кто интересуется этой темой озабочен и у всех экспертов принять участие в соответствующей презентации были эксперты специалисты профи которые могли бы ответить на все вопросы но напомню вашингтон запретил это делать своим союзникам по альянсу именно в таком ручном режиме просто запретили на эту презентацию приходить так что если генеральный секретарь нато действительно выступает за сохранение дрсмд то логично ожидать от него призыва прежде всего к американской стороне вернуться за стол переговоров и предметно заняться урегулированием кризиса вокруг договора еще одно специфическое высказывание оттуда вот она была сделана в ходе выступления помощника президента сша по национальной безопасности речь идет о джоне болтоне он выступал перед выпускниками академии береговой охраны сша речь идет о заявлении о намерении сша бросить вызов россии в арктике затем тут все в очередной раз свидетельствует о наметившемся изменении американского подхода к этому региону к арктике и видимо судя по такой воинствующей риторики преобладающей стала линия на трансформацию регионов театр военных действий и как мы понимаем на эскалацию напряженности но еще раз говорю причем здесь россия не случайно акцент делается именно на военных методах на увеличение военных расходов на арктическом направлении попытках подорвать доверие атмосферу многостороннего арктического сотрудничества и еще раз хотел бы повторить причем здесь россия все эти обвинения выглядят абсолютно нелепо очевидно что такой подход чего от самыми неблагоприятными последствиями как для стран региона так и для его развития в целом и конечно никакого конструктива в работу региональных структур международных форумов и площадок это тоже не принесет мы видим подобных заявлениях в подобном подходе попытку просто навязать деструктивную политику в арктическом регионе а он как вы знаете традиционно был зоной международного партнерства стабильности и низкой военной напряженности но вот мы видим конечно такое стремительное наступление именно в пропагандистском плане вашингтона это все ведется по целому ряд направлений это конечно посредством тон который задается официальными структурами политиками сенаторами конгрессменами это все поддерживается и на уровне как они называют мягкой силы вот например мы обратили внимание на рекомендации вашингтона по разработке видеоигр видеоигр о борьбе с диктаторскими режиме это это ну вообще-то это уже звучит анекдотично но опять же вы это факт как стало известно вашингтон рекомендовал крупным американским разработчикам цифровой продукции наладить выпуск серии видеоигр которые призваны ориентировать подрастающее поколение на борьбу с диктаторскими режимами программные продукты должны способствовать объединению цитирую сил добра и справедливости в борьбе против опять же цитирую глобальных угроз демократии со стороны авторитаризма в частности разработаны следующие сценарии разработанная если то все серьезно первое первый сценарий еще раз рекомендован властями сша россия проводит военную операцию против стран балтии и восточной европы второй иран на грани запуска ракеты с ядерной боеголовкой все это направлен в сторону израиля третий сценарий китай готовит нападение на тайвань и массовую резню в гонконге и конечно еще один сценарий кндр разрабатывает схему кибератаки против бирж в токио нью-йорке и лондоне игрокам будет предложено строить ответную стратегию с позиции демократического государства привлекая на свою сторону союзников и вырабатывая совместный план борьбы вот интересно заложены ли в сценарии ответных демократических действий бомбардировки мирных городов европейских столиц граждан мирного населения и так далее при этом сознание молодежи как мы понимаем одна из задач состоит в том чтобы заложить сформировать негативное представление целом ряде государств в том числе россии в то время как консолидация как указано сил добра и справедливости должна по задумке авторов этой идеи естественным образом происходить как мы понимаем вокруг соединенных штатов америки вместо того чтобы заниматься действительно проблематикой объединения глобального на глобальном уровне вернуться возможно к обсуждению того в чем также проявили себя сша к вопросам глобализации может быть вывода ее на новый уровень либо с такого правильного гармоничного сочетания глобализации сохранения национальной идентичности в мире мы видим чем занимаются эти идеологи делят весь мир по принципу свой-чужой и при этом использует весь набор инструментов которые должны были остаться уже в прошлом дезинформация фейки и так далее подмена понятий но вы знаете вот меня просто на на днях учитывая то количество новостей которые поступают вот такого рода и особенно с пометкой или со ссылкой на официальных лица сша с очередным требованием как какой-то определенной стране или региону что необходимо сделать для того чтобы соединенные штаты америки стали счастливее вот мне захотелось составить список современных требований сша ко всему миру вот это с одной стороны вроде бы задача наверное была бы сложной на самом деле оказалась достаточно простой потому что эти требования сформулированы и повторяются так часто что не обратить на них внимание просто невозможно ну вот сегодня ну может быть с учетом разницы во время это было вчера в сша но я увидел сегодня вступила новость о том что поспред сша в нато кей бейли хатчинсон в интервью с нбс поставила турцию ультиматум это не новость конечно мы видели это на разных уровнях с ее слов турецкое правительство должно отказаться за от закупки у россии зенитно ракетных комплексов с-400 если хочет получить от сша истребителя f-35 цитирую цитата вы должны сделать выбор у вас может быть либо одно либо другое но не оба нет цитаты и вот я составил этот список кто еще что должен с сша для того чтобы американская администрация была довольна мне кажется эту работу нужно сделать было бы как раз в госдепартаменте сделать какую-то особую рубрику с на сайте у них и написать кто что должен нам для того чтобы нас порадовать но мы начнем может быть они подхватят и так европа европа должна платить за членство нато закупая у сша вооружение и не должна сотрудничать с россией по мнению сша европа должна разорвать договоренности по северному потоку и должна приобретать газ в сша по завышенным ценам европейским телекоммуникационным компаниям нужно хотя зачем говорить слова которые не находятся в лексиконе сша европейские телекоммуникационные компании должны закупать дешевое качественное оборудование у стран азии а скорее не должны это делать европа должна вечно содержать на своей территории американская ядерное оружие индия индия должна сокращать военно-техническое сотрудничество с россией китай китай вообще должен и теперь мы видим что он должен с каждым днем все больше китай должен держать на низком уровне тарифы для американских на американские товары и при этом также должен ввозить свои товары в сша с завышенными пору пошлинами при этом китай не должен конкурировать соединенными штатами в телекоммуникационной сфере при этом пекин должен дать полный доступ сша в китайский высокотехнологический сектор что должны филиппины соединенным штатам америки они не должны приобретать российское вооружение и бороться с наркомафии интересная постановка вопроса мексика здесь вообще все на грани абсурда мексика должна оплатить сша строительство стены на мексико-американской границе ну соответственно сделать это сама про опять же тариф аналогии я не говорю вы тоже знаете что должна сделать мексика на этом направлении южная корея она должна размещать на своей территории американские противоракетной установки и должна присоединиться к санкциям против высокотехнологической китайской компании все было сказано четко и однозначно также сша должна япония ну она должна видимо пожизненно она должна забыть про хиросиму и нагасаки а весь мир должен признать что именно сша выиграли вторую мировую войну иран иран не должен развивать мирную атомную программу впрочем требования к ндр сирии венесуэле ирана настолько велики что их в принципе невозможно исполнить этим государством даже если бы они захотели им в принципе вот исходя из той логики которую мы сейчас слышим из вашингтона лучше бы в принципе исчезнуть вот это решило бы все вопросы и и конечно если говорить о россии то я боюсь даже начать перечислять что мы должны делать единственный меня вопрос в вашингтоне не бояться что по итогам предъявленного одожествования мир может на каком-то этапе попросить оплатить эти услуги ну и я не могу сказать что конечно весь мир все страны просто должны предоставлять свою территорию подвоенные базы сша посмотрите карту косово после грубого вторжения косово-албанского спецназа в сербо населенные муниципалитета на севере косово 28 мая ситуация в крае продолжаться оставаться остается напряженной и несмотря на завершение активной фазы спецоперации которая проводилась как вы знаете под надуманным предлогом борьбы с организованным криминалом продолжились аресты сотрудников полиции большинство из них сербы с нашей точки зрения это не что иное как акция намеренного устрашения части населения путем создания для нее невыносимых условий ареста избиения российского гражданина сотрудника организации объединенных наций который обладает дипломатическим иммунитетом свидетельствует об атмосфере полной безнаказанности в крае абсолютно пренебрежение международным правом нормами цивилизованного международного общения россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказание виновных по всей цепочке командования приходится констатировать что косово остается главным источником нестабильности конфликтного потенциала в регионе это территория практически неуправляема она является не только источником нестабильности но и потенциально опасной неконтролируемой территории в центре европы надеемся что покровителя пристины которые руководствуются на балканах не интересами стран и народов которые там проживают собственными интересами воспользуются имеющимся у них влиянием чтобы образумить косво-албанское руководство потому что иначе последствия могут быть необратимыми украина первые дни новой администрации новой власти к сожалению не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращение огня на юго-востоке украины за прошедшую неделю как вы знаете интенсивность обстрелов наоборот заметно возросла их количество увеличилось почти вдвое по данным экспертом конечно вопиющим событием стал обстрел ранним утром 4 июня мотопехотной бригады высу мечети ахаджами в куйбышевском районе донецка напомню это день священный для мусульман праздник уразбайрам мы надеемся что те предвыборные обещания которые давались украинскому народу нынешним уже украинским руководством а именно любой ценой остановить насилие на юго-востоке украины новые киевские власти все-таки будут выполнять и но еще раз говорю к сожалению тенденции обратные миллионы людей были шокированы очередной варварской выходкой украинских национал радикалов речь идет об исквернении памятника жукову в харькове как вы видели фашистующие элементы при попустительстве местных правоохранительных органов просто средь белой дня под улюлюканье снесли бюст маршала а я напомню именно под его командованием советские войска 75 лет назад освобождали украину от немецких захватчиков для нас очевидно что те кто стоял за этой акции помимо расчета на громкий такой эффект эффект устрашения мне кажется они также ставили задачу просто протестировать иммунитет украинского общества и безусловно новых властей в киеве на искусственно насаждаемый в последние годы вирус национализма судя по откликам а отклики конечно были массовыми подавляющее большинство жителей украины чьи отцы деда вреда красной армии спасали мир от коричневой чумы резко осудили этот акт вандализма но в то же время вызывает удивление запоздала реакция официального киева о том что произошедшее якобы является внутренним делом украины вообще конечно жонглированные истории то что мы сейчас наблюдаем да не сейчас даже последние годы даже десятилетия на украине феноменально то так сказать отказ от общей истории то наоборот присваивание себе каких-то ее элементов и так далее так далее я просто хотел бы напомнить что память жукову равно как и другие обелиски и мемориалы советским воинам и военачальникам олицетворяют борьбу всех народов советского союза против фашистской германии в россии как и в других бывших республиках не могут оставаться в безучастными к судьбе символов нашей общей героической истории мы решительно осуждаем эту вылазку экстремистов которые называют себя патриотами которые пытаются самоутвердиться войне с памятниками мы призываем действующую на украине власть дать надлежащую оценку произошедшему найти и наказать виновных и конечно прекратить политику потакания и всяческого вложения радикалов и националистов и конечно принять необходимые меры по охране объектов совместного культурного исторического наследия более подробно как ситуацию на украине так и все что связано с урегулированием украинского конфликта более подробные оценки дал министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью рбк я призываю с ним ознакомиться она доступна она будет доступна на нашем сайте выходит завтра будет полностью награмма опубликована как источниках рбк также на мидовских ресурсах не только украина освещается в этом интервью целый ряд других вопросов но этому этому государству и тому что там происходит уделено значительное внимание я также хотела прокомментировать прошедшие в турции акции которые были приурочены к 75-летию депортации крымских татар и 150 годовщине окончания кавказской войны хотел бы напомнить что в мае в турции состоялась целая серия акций упомянут по упомянутым темам мы сожалению мы отмечаем что большинство этих мероприятий в том числе проводившихся при непосредственной поддержке турецких центральных и муниципальных властей носила политизированный откровенно антироссийский характер очевидно что это не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений многопланового партнерства поставленной главе главами государств россии турции и зафиксированы соответствующих двусторонних документов абсолютно не соотносятся попустительства антироссийской кампании со стороны официальной анкары и с ее собственным подходом к другим историческим событиям мы призываем турецкие общественно-политические круги представителей проживающих на территории турции народов связанных родственными узами с россией к объективности при рассмотрении непростых исторических событий 19 20 века которые безусловно нуждаются в продолжении изучения профессиональным научным сообществом в принципиальном плане выступаем за то чтобы подобные даты скорбные даты служили не политической конъюнктуре просто одного дня а сближению государства народов на основе общей исторической памяти а коллегам из дипломатических миссий сша и украины в турции которые отметились в социальных сетях соответствующими заявлениями мы рекомендуем сосредоточиться на изучении истории их собственных государств которые можно найти немало интересных и поучительных эпизодов кстати по поводу троллинга в социальных сетях я очень хорошо помню как буквально несколько лет назад посольство франции в москве смаковала у себя в аккаунтах и на все лады зовем это своими именами троллила россию российское государство в связи с акциями протеста митингами и так далее и так далее вот если бы сегодня в париже так активно использовали свои социальные сети для освещения манифестантов и манифестации желтых жилетов было бы неплохо а то все трафик раша туда и растет ассанж наблюдаем за развитием событий вокруг основателя викиликс вся эта история является ярчайшей иллюстрации политики двойных стандартов когда государства которые так любят с высока получать другие страны всему и во всем что касается прав человека вдруг начисто они забывают исходя из своих собственных конъюнктурных соображений вот опять же вопрос послу ес в москве политик как он сказал политическое внимание не хочет он привлечь ситуацию вокруг жилиана ассанжи было бы неплохо не надо отмалчиваться не надо себя сдерживать дайте оценку дайте оценку с точки зрения права человеческой проблематики очевидно что преследование и арест ассанжи не только противоречат идеалам свободы средств массовой информации но и нарушают базовые права и свободы конкретного человека российские представители на различных международных правозащитных форумах на протяжении последних лет регулярно привлекали внимание партнеров в ситуации вокруг жилиана ассанжи и настоятельно призывали соответствующие государства неуклонно соблюдать их международные обязательства в области поощрения защиты прав человека об этом же неоднократно говорили авторитетные международные правозащитные институты включая специальные процедуры совета он по правам человека только за последнее время о недопустимости нарушение прав ассанжи заявляли рабочая группа спча по произвольным задержанием специальные докладчики о неприкосновенности частной жизни по вопросу о внесудебных казнях а также по вопросу о пытках мы посмотрим насколько страны которым были обращены призывы международных правозащитных мониторингов их механизмом механизмов будут готовы к сотрудничеству и главное к выполнению своих международных обязательств области поощрения защиты прав человека а с постоянного представительства сша при он в нью-йорке экскурсия для ассанжи я очень хорошо помню как они любят водить экскурсии и показывать организации обменных наций для тех кого свобода слова права человека идеалы в этой сфере действительно являются главными в их жизни так что будем наблюдать будем смотреть будем следить за развитием этой истории и конечно я была очарована очередной очередным заявлением который прозвучал из берлина там опять заговорили якобы притеснениях немецкой прессы в россии уполномоченные уполномоченная федерального правительства фрг по вопросам культуры сми моника грютерс в интервью германскому изданию девельт 23 мая заявила что германская государственная и навещательная медиакорпорация дойче в эле цитирую подвергается нападком в ряде стран где свобода пресса находится цитирую под угрозой в первую очередь она назвала россию я сейчас конечно скажу что подобные заявления выглядят по меньшей мере странно с учетом того что в нашей страны стране созданы по моему максимально благоприятные условия для работы зарубежных средств массовой информации кому как не вам об этом знать я конечно скажу что никакой дискриминации со стороны российских неофициальных лиц никаких то структур в отношении германских средств массовой информации журналистов никогда не было и нет я даже не знаю чем они говорят но они не испытывают как я понимаю никаких ограничений своей профессиональной деятельности публикуют многочисленные материалы о россии делают это зачастую с такой долей критики иногда злобной критики принимают участие в освещении различных мероприятий вот организуемых по линии государства до протестных акций при этом я также обязательно скажу что в германии давно развернута настоящая компания по диск по дискредитации российских информационных источников структур организации например спутник russia today и вот в этой компании участвуют как представители местного политического истеблишмента так и профессиональные журналистки объединения туда вовлечены мы понимаем с какой с чьей подачи ну например союз журналистов германии не раз приводили цитаты этих жутких совершенно невообразимых заявлений например франко убирали который открыто призывал к бойкоту российских сми и даже их запрету запрету на допуск в кабельные сети и конечно я скажу что складывается ощущение что наши немецкие партнеры партнеры вместо того чтобы в ответ на российские неоднократные замечания начать исправлять ситуацию со свободой слова и сми у себя в стороне заниматься занимаются перекладыванием проблемы на нас и конечно я тоже скажу что мы хотели бы услышать официальные разъяснения от немецкой стороны в связи с претензиями госпожи глютерс в адрес россии на предмет того каким же именно с какими же именно затруднениями сталкивается дочь и вели при работе в нашей стране но это все как бы такая рутина банальность может такое говорили так далее а на самом деле у меня есть сюрприз для глютерс дело в том что 16 мая состоялась рабочая встреча представителей пресс-центра министерства иностранных дел заместителем редактора русской редакции дойчи вели екатерина и крыжановской а также шеф-корреспондентом московского бюро юрием решито эта встреча была организована по просьбе самих журналистов они запросились на нее это регулярные контакты которые мы поддерживаем с радостью так вот в ходе встречи они поблагодарили российскую сторону за эффективное взаимодействие в решении их текущих проблем заявили о том как ценят российскую помощь помощь мида и поддержку а также выразили надежду на продолжение установившегося плодотворного сотрудничества кроме того они особо подчеркнули благоприятные условия для работы в нашей стране с пожар глютерс хватит врать поговорите со своими корреспондентами корреспондентами дойчи вели вызовите их на ковер как у вас обычно бывает и спросите как им хорошо работается в россии нам они говорят ровно противоположное чем говорите вы мировой общественности а это называется фейк мы продолжаем отслеживать ситуацию вокруг избиения журналисты rush today французскими полицейскими речь идет о фредерике гуэ тулуза 25 мая и мы ожидаем от французских властей проведения тщательного расследования данного инцидента мы обеспокоены в целом участившимися случаями полицейского насилия во франции в отношении российских журналистов во время подавления протестных акций я напомню что это далеко не первый случай нападения на представителя rush today ранее 1 мая от рук французских силовиков пострадал корреспондент риа новости виктория иванова но очень важно отметить что до сих пор результаты расследования отсутствуют я имею ввиду они не предоставлены французской стороной мы хотели бы подчеркнуть что во всех случаях пострадавшие имели при себе специальную маркировку которую носят журналисты она позволяет идентифицировать их как работников прессы и мы еще раз хотел бы сказать призываем официальный париж принять меры для того чтобы дополнительно гарантировать безопасность представителям сми которые освещают акции протестов недопустимо чтобы они становились объектами насилия со стороны полиции и все силовые действия должны быть соразмерны и оправданы и конечно должно происходить расследование в отношении таких инцидентов но это я смягчаю называя то что произошло инцидентами мы безусловно продолжим отслеживать ход расследования вместе с профильными международными организациями и еще раз говорю жду ждем официальной информации от правоохранительных органов франции к сожалению наши средства массовой информации подвергаются дискриминации не только в европе согласно информации министерства юстиции сша окружной суд штата флорида предписал зарегистрироваться в качестве иностранного агента американской компании rembroad casting она подписала в ноябре семнадцатого года контракт rush today на предоставлении эфиры радиопрограммам новостного агентства спутник другими словами руководство компании упомянутый в настоящее время вынуждены либо прекратить сотрудничество с российским средством массовой информации либо зарегистрироваться в качестве российского агента вследствие мера сей сегодня и рядом других медиа компаний под предлогом обеспечения защиты прав американских граждан от мнимого вмешательства россии во внутриполитические процессы вашингтон фактически блокирует работу российских сми в сша ну это дополняется ужесточением цензуры в интернете так были заблокированы аккаунты российских сми в социальной сети facebook фактически мы наблюдаем не что иное как усиление компании по зачистке информационного пространства в сша использование для этого законодательных рычагов мы можем квалифицировать это спокойно как спокойно в том смысле что у нас нет повода так не квалифицировать и не спокойно с точки зрения нашей реакции на это как акт прямого давления на неугодные официальному вашингтону источники информации и мы призываем обратить на эту ситуацию внимание международной организации и профессиональные сообщества но есть и хорошие новости в этой связи в этом году во второй раз телеканал rush today проводит ежегодную международную премию она вручается журналистам за лучшие работы из зон конфликтов премия имени халеда аль-хатыба премия как вы помните учреждена в память о погибшем в сирии журналисты он сотрудничал с арабской редакцией rush today в своих репортажах он освещал события столкновения правительственных сил сирии с террористами 18 году президент россии подписал указ о посмертном награждении халед аль-хатыба медалью за отвагу она была вручена семье журналиста на первой церемонии упомянутой премии заявка на премию же заявки на премию же подают журналисты из других странным мы готовы оказать и содействие в оформлении оперативном оформлении соответствующих документов победители будут объявлены 30 июля в годовщину гибели халеда аль-хатыба и прием документов я хотела бы обратить ваше внимание продлен до 24 июня говорю я об этом потому что для многих стран необходимости для многих представителей многих стран необходимо оформлять визовые документы для того чтобы информировать о том что подача как на конкурс этих документов так и для оформления нужно нужно ускорить хотя еще раз говорю прием документов продлен до 24 июня что касается самого конкурса и я хотела бы завершить вступительную часть не могу сказать что это это информация анонс конечно нет но напоминание всем нам о том что завтра 6 июня мы весь мир вспоминаем о начале операции overlord это высадка в нормании что в июня 44 года союзников советского союза по антигитлеровской коалиции таким образом был открыт второй фронт на чем настаивала советское политическое руководство и военное командование мы даем дань памяти всем павшим боях на втором фронте в европе вклад союзников победу над третьим рейхом понятен его не следует безусловно преувеличивать тем более умалять при этом значение титанических усилий советского союза без которых этой победы просто не было бы я вынужден договорить так как мы видим просто катастрофическое переписывание истории происходит это не только в исторических альманахах это происходит везде сносятся памятники проводятся псевдонаучные конференции показываются фильмы якобы о тех событиях которые полностью искажают реальность и так далее и так далее как отмечают историки высадка в нормандии не оказала принципиально влияние на исход второй мировой мировой и великой отечественной войны он был уже предопределен в результате победы красной армии прежде всего под сталинградом курском на протяжении трех лет на протяжении трех лет великобритания затем сша всячески затягивали решение о втором фронте ограничиваясь проведением боевых операций которые имели а локальное значение прослеживала стремление дождаться максимального ослабления военной мощи германии вследствие колоссальных потерь которые нанесла на востоке тем самым снизить свои потери на западе сейчас говорят о мнении историков были и политические соображения к сожалению в тот момент когда наша страна стоит несла колоссальные потери о чем многие сейчас предпочитают не вспоминать открытие второго фронта даже с учетом поздних сроков должно было облегчить выполнение боевых задач соединением и частям советской армии на практике пришлось и выручать западных союзников потерпевших от нацистов поражения варденных надеемся что об этом помнят наши партнеры еще раз хочу сказать что в этот день мы отдаем дань памяти всем павшим в боях на втором фронте европы европы подвиг каждого кто боролся с нацизмом и фашизмом вне зависимости от политических взглядов но вставал в один ряд и не спрашивал у тех кто находится рядом поблизости о национальности вероисповедания шел вперед и в бой память об этих героях вечно я готова ответить на ваши вопросы да пожалуйста она сам информационное агентство москва баку я думаю вы знаете что азербайджан на днях провел крупнейшее футбольное событие финал лиги европы у ефа на котором присутствовали в том числе и российские политические деятели в частности помощник президента левитин но я о том что пришел финалу дело в том что некоторые западные страны сделали довольно странные заявления относительно рекомендации своим болельщикам в частности великобритания боялась безопасность болельщиков насколько мы помним то же самое что подобное было перед чемпионатом мира по футболу в россии вот и санкт-петербург и баку в следующем году проведут евро 2020 матче матче проведут как вы считаете с чем связаны могли быть такие заявления я честно говоря абсолютно откровенно хочу сказать не следила за тем о чем вы сказали я безусловно видела это в новостях эти сообщения но не погружалась я просто хочу сказать и ответить в общем что с основной стороны мы должны привыкнуть к политизации в спорте но это не значит что мы должны с ней соглашаться политизация спортивных мероприятий это вещь которая противоречит тем установочным документам в частности организации объединенных наций двусторонним многосторонним договоренностям стран спорт на цели на объединение а не на разъединение я хочу напомнить что все то что пришло к нам из древности из античности это и те традиции которые были восстановлены в двадцатом веке спортивные традиции говорят о том что спортивные мероприятия призваны как раз снижать градус либо конфликтов либо даже военных действий и мне кажется эту традицию как раз и надо в первую очередь возрождать возродил мир большое количество славных древних прекрасных спортивных традиций но вот это почему-то остается настолько незамеченной но не вывезено в качестве приоритет а мне кажется что было бы здорово если бы хотя неоднократно принимали все заявления декларации и даже документы подписывались на этот счет но в практике международных отношений эта традиция она так и не укоренилась было бы здорово если бы силой неправительных организаций силой государств почему нет специальных представителей сейчас практически в каждом государстве существует специальные представители по вопросам международного спортивного сотрудничества может быть не созданием нового форума но за действованием уже имеющихся механизмов традиция использования крупных международных спортивных событий для снижения уровня конфликтов или даже предпрекращение военных действий она была возобновлена возобновлена вот насколько это сложно сейчас представить учитывая то что творится в сфере спорта и то что мы видели за последние годы мне кажется надо стремиться к идеалам можно вы были в баку разы баку можно назвать небезопасным городом или ту же москву но все относительно я не могу назвать баку опасным городом я с удовольствием приезжаю в этот город я приезжала туда и как сотрудник министерства иностранных дел в то же время я участвовал китами формальных мероприятиях я была потрясена теми изменениями которые коснулись столицы азербайджана за последние десять лет и об этом регулярно говорю поэтому баку входит в мой личный список мест в которых я с удовольствием всегда приезжаю и можно еще пару вопросов другой я что я футбол не играю на днях в результате нарушение режима прекращения огня в рамках нагорно-карабахского конфликта погибли азербайджанские и армянские военнослужащие несмотря на эти драматические события видят ли мид россии свидетельство того что азербайджанская армянская стороны все же достигнут каких-то договоренностей по гуманитарным шагам мы делаем все для того чтобы дело вести к урегулированию многолетнего затяжного кризиса в том регионе о котором вы сказали извините еще да конечно хорошо также вот буквально на днях состоялся телефонный разговор президент президента азербайджана лихама алиева и российского лидера владимира путина и вот сообщение пресс-службы кремля было завиксировано что обсуждались предстоящие контакты на раз на различных уровнях вот на уровне мид планируются ли ближайшие контакты готовятся какие-то совместные встречи что касается встреч по линии мид то как вы знаете в конце прошлого года сергей лавров посещал баку в этом году министр иностранных дел азербайджана дважды 5 14 апреля был в москве поддерживаются контакты на рабочем уровне между нашими дипломатами мы безусловно настроены на продолжение практики проведения регулярных мишмидовских консультаций у какой-то встречи между министрами в ближайшей перспективе меня такой информации нет если она будет намечена мы обязательно с вами этой информации поделимся но как вы знаете между нашими странами поддерживается интенсивный политический диалог на различных уровнях и в различных форматах это не только двусторонний формат и не только взаимодействия на международных площадках но и вот например формат встреч на высшем уровне россии азербайджан и иран этот работа этого формата будет продолжена я не могу в силу распределения наших функциональных обязанностей и анонсировать но могу сказать что этот формат активно существует и он безусловно продолжит свою деятельность ведется работа по субстативному наполнению будущих встреч активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству с учетом того что ее возглавляют министры экономического развития россии министры экономики азербайджана между соответствующими ведомствами которые они возглавляют ведутся регулярные консультации в режиме и делегационного обмена и видеоконференции и так далее есть еще вопрос да пожалуйста дэян беррич интернет портал политраж несколько дней назад я приехал из донбасса значит своим глазами я наблюдал горловки район докучаевска как украинская артиллерия стреля по гражданским и по позициям донинске народной армии три-четири месеца ведутся интензивно обстрелит тяжело артиллерию и минами которые украинская армия сбрасиваясь без пилотника а не этого не стисняются полный интернет ролика который украинские воени сами сняли и хвастаются как работа их артиллерия которая запрещена минскими соглашениями россия как гарант минскими соглашения сможет как-то надавить в советы безопасности он или какой-то другой инстанции ведь почти ежедневно гибнут люди происходят обстреле мирного населения армия днр старается не отвечать ему вопрос сколько их хватит сил терпит этой беспредел ну я уже прокомментировала обстановку в регионе и сказал что к сожалению обещанные мы при мы реалисты мы прекрасно понимаем что время прошло не так много после инаугурации и реализация того о чем было заявлено в ходе предвыборной гонки невозможно в кратчайшие сроки но хотелось бы видеть хотя бы усилия на этом направлении мы прекрасно понимаем что президент украины сейчас находится за кордоном у него целый ряд важных встреч наверно вернется наведет порядок как обещал что я верю в бога в эти вещи я не то чтобы верю не верю я констатирую заявляю позицию и вы работаем в этом направлении да пожалуйста информационное агентство евразия дейли вы уже упоминали ситуацию вокруг дипломата сотрудник комиссии оон в косово хотелось спросить как министерство иностранных дел россии смотрит на то что пришли мы выразила намерение объявить сотрудник комиссии оон персоной нон-грата и владеет если у вас такая информация вернется ли краснощеков к выполнению своих обязанностей в рамках этой миссии в косово после лечения то нет ну я мы уже говорили об этом я с удовольствием еще раз повторю нашу позицию может быть час даже дополнительные какие-то подсвечу факты но вы понимаете здесь же глобальный вопрос того что территория которая была объявлена в качестве государством государством не стала соответственно при этом наделяется внешними куратами полномочиями именно государства нападение на сотрудника организации объединенных наций на территории европы территория европы это это не просто чп это экстраординарное событие речь идет не о конфликте с затяжном который находится много лет в горячей фазе это не ситуация когда на захваченной террористами боевиками территории к сожалению взяты в заложники или пропадают люди речь идет о государстве так называемом которое наделено внешними кураторами западом полномочиями государства в которые вкачаны огромные деньги средства и политическая поддержка происходит нападение на сотрудника организации объединенных наций и конечно незаконное задержание косовскими так называемые называемыми полицейскими 28 мая сотрудника миссии он в косово настоящий он в настоящее время находится на лечении военно-медицинской академии белграда еще раз говорю является просто экстраординарным событием на которое как мне кажется должны были отреагировать все западные структуры как государственные так и не гусорно в первую очередь конечно государственные и межгосударственные состояние его сейчас удовлетворительное я также хочу сказать и это была информация я видел она была доступна в сми но также хотела бы подтвердить ее уже официально что в результате ударов прикладами кстати речь идет о полицейских то есть это те люди которые опять же наделены якобы государством функциями полицейских то есть это люди которые на которых строится безопасность государства так вот в результате ударов прикладами и аборт автомобиля он получил повреждение лицевых костей ну что просто понятен был уровень то что вначале когда пошла эта информация ее преподносили так что какие-то незначительные были последствия просто задержали или что такой вот на самом деле ситуация такова медицинскую помощь ему оказали только спустя несколько часов после задержания в больнице города косовской метровица связи с необходимостью более квалифицированного обследования лечения планировалось уже на следующий день перевести его в сербию однако именно косовские власти до 30 мая не давали разрешения на на это 31 мая структура которая называет себя мидом косово абсолютно противоправно не имея на это никаких не то чтобы полномочия вообще без опоры на хотя бы элементарное представление о том что такое есть международное право так вот эта структура объявила краснощекова персона нон-грата это просто абсурдно него невозможно комментировать не как хорошо неплохо это абсурдно это вне логики международных отношений так как подобная процедура применяется только в двусторонних межгосударственных отношениях мы усматриваем случай с российским сотрудником он проявление полного пренебрежения к нормам международного права да и правам человека целом еще раз хотела бы сказать что россия предпринимает необходимые действия по защите своего гражданина установлению всех деталей произошедшего инцидента да кстати ну вот это же тоже это же тоже абсурд с одной стороны некие структуры в косово лишают человека иммунитета и объявляют персону нон-грата но до этого полицейские которые наделены властью делают это в практическом плане нанося ему удары прикладами по лицу то есть их не остановил не остановило наличие этого иммунитета ни в какой степени и конечно мы будем наставить как я уже сказала на наказание виновных и в задержании в избиении сотрудника оон на российского гражданина и я вас могу заверить что спустить на тормозах это преступление мы не позволим есть еще вопросы да пожалуйста здрасте миферис ротман из газеты вашингтон пост мне вопрос по поводу американца пола вылана которого обвиняют в шпионаже взяли с поличным еще добавлять пожалуйста а да это по поводу этого кстати вот российские власти заявляют что он был задержан с поличным а при этом американская сторона говорит о том что так отказался доказательства не были предъявлены прокомментируйте пожалуйста на это а это вопрос правоохранительным органам здесь нет какой-то политической составляющей это вопрос правоохранительных органов идет следствие и так далее так далее со всеми вытекающими последствиями не вам вопрос доказательной базы каким образом это вопрос к миду если у вас есть какие-то дополнительные вопросы с удовольствием на них отвечу можете их сейчас задать передать их я уточню я со своей стороны могу безусловно оказать содействие для того чтобы попросить коллег из тех ведомств правоохранительных органов и так далее которые занимаются этим вопросом непосредственно чтобы они вошли с вами в контакт ответили на вопросы но безусловно это в первую очередь вопрос следствия есть еще вопросы да пожалуйста добрый день информагентство тренд такой вопрос вот совсем недавно суп да извините пожалуйста я хочу деться добавить что мы действительно находимся в контакте с американскими коллегами с посольством эта тема обсуждается и и обсуждалась в ходе встреч или контактов руководства министерства иностранных руководства госдепартамента на все вопросы американской стороны мы даем развернутые ответы но это дипломатическая практика как вы понимаете в данном случае если говорить о вашем вопросе то это вопрос к правоохранительным органам да пожалуйста совсем недавно сопредседатель минской группы обсе в рамках визита в регион предоставили ряд предложений о конкретных последующих шагах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта они могли бы рассказать о каких конкретных предложениях идет речь вы знаете был опубликован пресс-релизом пресс-релиз по итогам поездки спецпредставителей минской группы обсе в армению азербайджан материалы размещены на сайте давать мне ничего вот там вся информация изложена есть еще вопросы если вопросов больше нет я хотел бы с вами обращаться не столько до следующих встреч сколько до замечательного события выхода из отпуска потому что я туда сейчас направляюсь после питерского форума поеду в сочи мне там понравилось в прошлом году хочу повторить спасибо да но брифинги будут и будут вести мои коллеги счастлива